Доброе утро, друзья, товарищи, соотечественники. Я сейчас стою на остановке в районе Курсидский район, улица Осипенко. Вот мы сейчас с доченькой, с Евой. Вот она, это сёрнышко наше. Мы сейчас поедем в ДВД. Вот у нас будут проверять наш телефон. И вот хочу показать, вот они плакаты наши. Да, на всех остановках вот такие вот у нас плакаты висят. Причём уже многие люди, по-моему, специально посрывали. Вот здесь вот везде были плакаты, абсолютно везде. То Каев, То Каев, То Каев, больше никого. А вот на этом плакате у нас изображён То Каев и Назарбаев, которые у нас не ел басы. Вот я хочу аккуратненько этот плакат сорвать. Поеду сейчас в ДВД и буду нашим умным сотрудникам задавать вопросы. Куда же наш Назарбаев ушёл? Как они все говорят, что вы до Назарбаева докопались. Он же ушёл. Вот. В общем, я оторву его аккуратненько и поеду с ним в ДВД. А также наша Евочка, вот она, она будет требовать у сотрудников, чтобы вернули её жёсткий диск, на котором только мультики. И любимый Евин мультик «Энгри Бёрдс». Она теперь не может его смотреть. Вот. Также, конечно, хотелось бы сказать сотрудникам, если у них будут вопросы, на какой же это телефон я сейчас прямой эфир записываю. Так вот я им отвечу, что мы на пособие Евина. У Евы пособие 20 тысяч в месяц она получает до года. Так вот я на пособие ребёнка купила себе бэушный телефон, чтобы выходить в прямой эфир, чтобы быть на связи с вами, с народом Казахстана и показывать весь наш беспредел. А хотелось бы, чтобы мне вернули мой телефон прежний, потому что этот телефон у меня был для того, чтобы я снимала на видео своих детей, фотографировала. Вот этот телефон, там хотя бы память какая-то была на этом бэушном телефоне. У меня, извините, памяти вообще нет. То есть я могу выйти только в прямой эфир. Я даже видео записать ни одно не могу. Вот, флешку даже купить. Минимальный 8 гигов сейчас микрофлешка. 3,5 тысячи я тоже себе позволить не могу. Потом они у меня забрали фотоаппарат профессиональный. Давно я его покупала, за 100 тысяч где-то. Они забрали этот профессиональный фотоаппарат, на который я фотографировала детей. Что они там рассчитывают увидеть в этом фотоаппарате? Они рассчитывают, что я там сижу, будет фотография, где я с Мухтаром Кабуловичем сижу за круглым столом, наверное, и обсуждают дальнейший ход событий. Я так понимаю. Ну так вот, они этого там ничего не найдут. Так что, Ева, сейчас дождемся автобуса, приедем в ДВД, будем требовать, будем говорить о своих правах. Я хочу сказать, чтобы люди тоже не боялись говорить, выходили, требовали и выражали спокойно свое мнение. Имеем на это полное право. Ну, если что, я еще выйду в прямой эфир. И вот, вот везде, везде вот эти вот плакаты, это сколько же тоже денег на это тратится. На каждой остановке просто вот, ну все облеплено. Просто вот осталось нам на лоб прилепить вот этот блокад с Токаевым. Беспредел полный. Какие это честные выборы? Какие? Бойкот, бойкот этим выбором. Без выбора. Всем до встречи. До новых.